Многострадальный поселок Буланаш, которому в прошлом году грозили ландшафтные пожары, несколько лет назад подвергся другой угрозе – подтоплению. Сейчас общественники выражают свои опасения тем, что история может повториться. Однако житель поселка, а по совместительству глава Артемовского городского округа, дает на эти вопросы прямой ответ. Что касается вопроса, когда закрывалась шахта, есть проект. Урал-Гипрошак разработал проект, и там все прописано. Никакие изменения в этот проект никто не вносил официально. Соответственно, в 2019 году администрация Артемовского городского округа выделяется в денежные средства. В 2019 году, когда на территории был вице-губернатор Бедонько Сергей Юрьевич, был разработан план, по которому мы работаем. При этом нужно понимать, что администрация муниципалитета в любом случае должна действовать в рамках закона, а не идти на поводу у желаний и требований отдельных активистов. Даже если в этом есть рациональное зерно, ситуация очень непроста. Что сейчас от нас вы хотите? Разработать, значит, Юрий Львович конкретно предлагает. Значит, есть вот здесь в НИМИ, вы, пожалуйста, там какой-то есть специалист, он скоро уйдет на пенсию, вы пойдите с ним заключите договор, чтобы он вам рассчитал. Юрий Львович, я вам официально говорю, даже если мы будем рассматривать вопрос о дальнейшей эксплуатации, мы это будем делать через конкурс. И не факт, что в НИМИ, в которую ваш друг или специалист работает, он попадет и выиграет этот конкурс. Так что, для понимания, ну, я говорю, как есть, вы же пришли тут честно говорить, давайте честно будем разговаривать, а то все какое-то... Значит, к нам обращения идут, мы на экологических советов, каждый там квартал приходим, мы это объясняем, говорим, через газету нам вопросы задают, мы через газету ответили, на, значит, отчетки Кироуправления задали, мы ответили, я вам официально говорю, угрозы, подтопление поселка Буланаш нету. Положение патовое, что, впрочем, для Артемовского городского округа не новость. Противостояние общественников и активистов с местной администрацией Думой длится долгие годы. Иногда оно заканчивается принятием важных и действенных решений, но часто просто переходит в затяжную фазу и взаимный обмен обвинениями. Последнее точно не идет на пользу муниципалитету. Поэтому остается надеяться, что в важных для населения вопросах местные власти и активисты начнут находить компромисс и решать их совместно, а значит, эффективно.